Добрый день, меня зовут Виктория. Я представляю компанию Автокиндер и партер детских автокресел Ricara на территории России. Сегодня я хочу рассказать вам про детские автокресла Zero One iSize и Zero One Elite. Давайте для начала рассмотрим, что общего между двумя этими креслами. Оба кресла стандарта iSize. Стандарт iSize подразумевает, что детское автокресло и ребенок перевозится в детском автокресле дольше против хода движения примерно до 15 месяцев и больше. Также кресло крепится при помощи системы изофиксы обязательно. Все кресла проходят тест на боковой удар. Также основной критерий для выбора детского автокресла стандарта iSize это рост ребенка. Итак, перейдем также к тому, что общего между этими креслами конструктивно. Кресла Zero iSize и Zero Elite имеют поворотную на 360 градусов чашу. Также регулируемый угол наклона для того, чтобы было удобно ребенку в случае отдыха и сна. Также регулируемый подголовник, который регулируется в нескольких уровнях. Специальная дополнительная боковая защита, протектор, который открывается в сторону двери для того, чтобы поглотить энергию удара в случае бокового удара. Обивка детского автокресла гипоаллергенная и все тканные части детского автокресла вы можете снять, постирать при машинной стирке в щадящем режиме. Также у детского автокресла Zero One iSize и Zero One Elite есть крепление при помощи пятиточечных ремней с системой Hero, которая предотвращает скручивание ремней. Оба кресла Zero крепятся при помощи системы Isofix. Для того, чтобы прикрепить кресло к вашему автомобилю, нужно поднять рычаг, достать направляющие, установить Isofix вашего автомобиля до того момента, когда загорятся две кнопки зеленым цветом. Далее упор в пол должен у вас также быть отрегулированным таким образом, чтобы у вас опять же загорелся зеленый индикатор. Когда все индикаторы зеленого цвета, это значит вы все сделали правильно. Для всех кресел Zero предусмотрен дополнительный нужный аксессуар, это козырек. Козырек в тех же цветовых гаммах, в которых представлен детский автокресло Zero. Козырек имеет три секции, а также дополнительную секцию, которая защищает полностью от проникновения солнечных лучей. Сейчас я вам продемонстрирую, как надеть на Zero One солнцезащитный козырек. Обратите внимание на то, что на самом кресле есть специальная полосочка, которая указывает то место, куда мы должны установить пластиковые направляющие с двух сторон. После установки пластиковых направляющих нам нужно зафиксировать заднюю часть козырька между тканой частью и пластиковой частью. То есть это делается вот таким образом. Далее мы можем спокойно пользоваться козырьком. А теперь подробнее о кресле Zero One Elite. Детское кресло получило награду за дизайн еще в 2015 году, когда было представлено на выставке в Кёльне впервые. В 2016 году получило также награду за инновации. По результатам краш-тестов АДАК кресло имеет оценку хорошо. В чем же уникальность данного автокресла? Прежде всего в том, что это кресло в кресле. То есть это детская люлька-переноска, которая также идет вместе с детским автокреслом до 4,5 лет или до 105 см. Подробнее давайте начнем с детской люльки, которая используется исключительно с детским автокреслом Zero One Elite, а также может быть при помощи адаптеров установлена на детские коляски, в том числе и на коляску City Life Recaro. Это одна из самых легких люлик, всего 2,9 кг, с удобной эргономичной ручкой, которая также имеет козырек специальный, который крепится к ручке и защищает ребенка от излишнего проникновения солнечных лучей. Подголовник у люльки регулируется при помощи специальной кнопки на обратной стороне люльки. В люльке предусмотрена трехточечная система крепления. При помощи серой кнопки вы можете вытащить ремни для того, чтобы прикрепить ребенка. Также в данной люльке, как и во всех креслах практически ременных Recaro, предусмотрена система Hero, которая предотвращает скручивание ремней. В люльке для новорожденных используется специальный вкладыш с очень мягкой поверхностью, приятный, а также он используется не просто так, а для того, чтобы сделать положение ребенка более горизонтальным. Когда ваш ребенок немножко подрастет, вы можете убрать данный вкладыш, он легко убирается и уже использовать данную люльку без вкладыша. Сейчас я вам продемонстрирую, насколько легко и просто устанавливается люлька в детское автокресло Zero One Three. Мы для удобства можем повернуть детское автокресло. Также мы видим направляющие для того, чтобы правильно установить люльку до щелчка. Теперь мы видим зеленые индикаторы, что означает, что люлька установлена правильно. В данном положении и в люльке ребенок переводится исключительно против хода движения. Выглядит это таким образом. Вы можете также опустить козырек, или же закрыть от солнечных лучей. Для того, чтобы вытащить ребенка с люлькой, опять же, мы нажимаем на специальные серые кнопки, видим красные индикаторы и легко убираем люльку. Переворачиваем детское автокресло и в данном виде автокресло мы можем использовать до роста 105 сантиметров, либо до четырех с половиной лет. При этом не забываем о том, что нам нужно убрать специальные направляющие, которые легко снимаются. Есть специальные тканные элементы для того, чтобы прикрыть изофиксы в кресле. Ребенок крепится при помощи пятиточечных ремней, также регулируется подголовник и угол наклон. В данном положении ребенок переводится уже до роста 105 сантиметров по ходу движения автомобиля. У люльки есть оригинальный аксессуар. Это специальный адаптер, либо можно его назвать переходник, который используется для того, чтобы установить люльку на шасси колясок, список которых вы сможете увидеть на сайте автодити.ру. С вами была Виктория. Спасибо за внимание. Продолжение следует...